Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствую гостей в нашей студии, участников обсуждения. Мы находимся в шоуруме телестудии Казанского Федерального Университета. Это очередное заседание дискуссионного клуба. И на этот раз оно посвящено проблеме не менее волнующей, чем предыдущей, которую мы здесь обсуждали. Мы говорили о строительстве мусоросжигающего завода в Казани. Сегодня мы говорим в целом о Казани, о ее развитии, о ее перспективах, о проекте генерального плана Казани, который достаточно бурно обсуждался уже на площадках общественных слушаний. Если я не ошибаюсь, на 13 площадках эти слушания прошли в период с 29 мая по 6 июня сего года. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы, если выражаться высоким стилем, подвести некий научный базис под обсуждение, под эти общественные слушания, определить, в чем сильные и слабые стороны аргументов, которые высказывались на слушаниях, и, собственно, сильные и слабые стороны проекта очередного генплана. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, я хочу представить спикеров нашего сегодняшнего дискуссионного клуба. Мы начнем с дамы, специалист в области городского развития, экоактивист, участница группы «Волга и народ против», Юлия Ильдаровна Файзрахманова. Спасибо за аплодисменты. Справа от нее архитектор, заведующий кафедрой, кандидат архитектуры Александр Алексеевич Дембич. Он представляет, извините, я по-старому назову КИСИ, сейчас это ГАСУ. Слева от Юлии, Юлия у нас как стержень такой определяющий, слева-справа, представляющий республиканский совет в ООО Сергей Германович Муханов. Еще один Файзрахманов, но не родственник, а просто однофамилец, Айрат, и тоже экоактивист, он рядом с господином Мухановым. И, наконец, это крыло. Это крыло закрывает, я думаю, я не ошибусь, если скажу, назову вас предпринимателем и экономистом, человеком, который давно и предметно занимается в том числе проблемами транспортных систем, транспортных коммуникаций, Тахир Габдрашитович Давлетшин. Вот это те, кто присутствует. Но я хотел бы еще сказать о тех, кто отсутствует в студии. Не просто сказать, а назвать их. Итак, в студии отсутствует первый зам руководителя исполкома Казани Радик Равилович Шафигулин, его коллега по администрации Тимур Николаевич Давыдов, который курирует инженерную инфраструктуру, советник мера Казани Владимир Михайлович Фомин, и, наконец, первый зам руководителя Института генплана Москвы Олег Дмитриевич Григорьев, выходец из Татарстана, занимавший здесь разные посты в разных структурах, относящихся непосредственно к городостроительству, а теперь фактически человек, который отвечает за генплан Казани, разработавшийся по заказу администрации Казани Мерия Институтом генплана Москвы. Мы этих господ всех приглашали, потому что они представляют заказчика и проектировщика. Это та сторона, которая должна, по идее, очень многие вопросы прояснить и в состоянии это сделать. Предварительное согласие было получено. Более того, по просьбам представителей администрации Казани мы дважды даже переносили время вот этого заседания дискуссионного клуба, но буквально вчера-позавчера последовал, насколько я понимаю, даже не очень мотивированный отказ от участия. Конечно, как говорят ученые, отрицательный результат – это тоже результат. И то, что представители меры и представители института проектировщика предпочли не участвовать в нашем сегодняшнем обсуждении, на мой взгляд, тоже кое о чем говорит. Возможно, им просто надоело слушать неприятные вопросы, которые то и дело звучали в ходе общественных слушаний. Вопросы, между тем, вот с моей точки зрения, в них нет никаких больших подтекстов, они очень простые. И один из них, так как здесь, я уже говорю, нет администрации, нет института генплана, я хотел бы задать вам, уважаемый спикер, и я думаю, что, может быть, Александр Алексеевич, вы на него ответите. Вопрос, по-моему, совсем уж простой. Предыдущий генплан Казани был утвержден в 2007 году, 28 декабря 2007 года, то есть прошло 10, по большому счету, лет, как в 2015 году администрация Казани заказала, даже в 2014 году, вот видите, заказала разработку нового генплана. И в связи с этим вопрос, что генплан 2007 года выполнен, в чем нужда возникла, вот за такой короткий промежуток, за 10, если не меньше лет, оставить или не оставить, но во всяком случае разрабатывать какой-то новый генплан? Ну, честно говоря, мы тоже несколько были озадачены. Что был заказан новый генеральный план, потому что в 2014 году же НИПИ генплана приехал сюда и представил на градостроительном совете мэрии Казани, управления архитурой и градостроительства проект технического задания на корректировку существующего генплана. И оно было довольно бурно обсуждено. Потом они уехали, и вдруг через какое-то время мы узнаем, что решили, значит, не корректировать действующий генплан, а решили разработать новый. Ну, какая аргументация, честно говоря, с их стороны, я не знаю. Хотя, конечно, некоторые, может быть, мотивы к этому были. Почему? Потому что в 2005 году, вернее, не в 2005, а с 1 января 2005 года вступил в силу новый градостроительный кодекс Российской Федерации. Поскольку 2005 год – это был практически год, ну, будем так говорить, завершения того генерального плана, который начал разрабатываться в Казани с 2003 года, основные там работы уже были проделаны, то, конечно, учесть… Ведь генплан – это довольно объемный документ, там много разделов, в каждом разделе, там десятки схем, много текстов, много расчетов. Как бы перелицевать весь генплан на это дело было уже, на самом-то деле, достаточно сложно. Это первое. Второй момент. В 2006 году завершился процесс присоединения в Казани целого ряда новых территорий. Работа над присоединением этих территорий начала… начали ее вести еще в 2002 году, это вот сходы проводили в районах, там, в деревнях, референдумы. А поскольку, значит, закон о местном самоуправлении вступил в силу с 2006 года и начал постепенно разворачиваться, то вот эта проблема, она тоже оказалась не совсем учтенной. И, ну, по сути дела, Казань, когда его, когда начали зарабатывать генеральный план, она имела площадь 425 квадратных километров. А после того, как вот новый генеральный… вернее, когда в 2006 году присоединили все эти земли в Казани, то уже площадь Казани стала 617 квадратных километров. Александр Алексеевич, извините, что я вас перебью, да, одно маленькое уточнение. А в чем, собственно говоря, была нужда присоединять новые площади к Казани, вот увеличивать территорию Казани? У нас что, катастрофическая плотность застройки была? Чем вот мотивировали-то это? Ну, честно говоря, это тоже вообще-то вопрос, конечно, такой довольно дискуссионный. Дискуссионный, да. Потому что можно было, конечно, этим и не заниматься, но вроде бы как была такая идея, что Казани не хватает территорий, потому что, значит, ну, в 2001 году вступил в силу новый земельный кодекс и началась активная распродажа с аукциона земель. Да, да, да. Спасибо, это хорошее уточнение. И многие земли распродали, и вроде бы земли-то много, но она в чьей-то уже собственности. И я так, ну, по крайней мере, из разговора того времени с мэром Камиль Шамильевичем, он сказал, вот мы присоединили территорию, у нас появятся новые территории для развития города. А когда присоединили, оказалось, что там тоже уже все, по сути дела, распродано. Хотя это было не Казань, а примыкающий муниципальный район. Но есть же дальновидные люди все-таки у нас в Казани и в Татарстане. Это же нельзя отнять. Умные люди, дальновидные. Очень важная информация, знать, что когда будет. Хорошо, хорошо. Более-менее понятно, что вот мотивировка, которую вы знаете. Это моя версия, она нигде не прописана. Да. А что можно сказать о генплане 2007 года по части выполнения его позиций? Насколько я понимаю, вот я так, конечно, мельком заглянул, тут некоторые расчеты вообще должны быть к 2020 году сделаны по тому генплану. То есть там еще пахать и пахать. Это понятно. Вообще, как бы по тем временам, вот если говорить о 2003-2007 годах, это год разработки вот этого предыдущего генплана, расчетный срок действия, на который готовится генеральный план, это 20 лет. Поэтому вроде бы это, вот вообще-то срок принято считать с момента утверждения. Если его в 2007 утвердили, то, значит, до 27 года он действует. А к 2014 году прошло только еще 7 лет, и вроде бы как не очень-то много можно было успеть. Конечно, за это время произошли некоторые такие события, которые генплан не предвидел. Ну, я имею в виду это универсиаду и подготовку к ней. А к ней были совершенно уже, как бы не привязываясь к генплану, проделаны довольно серьезные работы по изменению транспортной схемы, строительству развязок и так далее, и так далее. Это были локальные решения. Это такой форс-мажор, который, в общем, генплан с ним справиться уже никак не мог, да? Ну, на самом деле мог. В общем-то, есть, вот для этого и должна была провести, надо быть, корректировка. Да. Ну, вот решили, вот все-таки, я не знаю, все-таки, что тут перевесило, решили заказать новый. Понятно. Кто-нибудь из спикеров хочет дополнить, да, давайте отсюда и потом вам, да? Вот микрофон поближе, чтобы вас все слышали, не только здесь. И генплан 2007 года, и вот генплан, который сейчас как бы разрабатывает НИПИ, генплан Москвы, все-таки это планы, проекты технической корректировки. Ну, ни в коем случае не концептуальное изменение. Вот мы все-таки живем, и наш город сейчас выглядит так, как описано в генплане 1969 года, разработанного Ленинградским институтом Гипрогор. То есть, концептуально город по гипрогорскому проекту состоялся. И примерно, значит, к концу 90-х годов концептуально генплан устарел, поскольку гипрогорский проект был проект индустриального города, сейчас наш город стал фактически постиндустриальным городом. У нас сейчас транспортно-логистическая система города не служит для того, чтобы, допустим, заводам доставлять сырье и рабочих на работу. И вот тем более транспортно-логистическая система города сложилась фактически 100 лет назад. Ну, с небольшими изменениями, она имеет тот же каркас. Она тоже устарела. Вот примерно в 2002 году, вот, например, задумываясь над этим, я предложил вывести из города Казани инфраструктуру РЖД, что изменило бы, ну, город и его транспортная сеть кардинально. Вот. И вот все-таки понимание у властей о том, что нужный концептуально новый генплан пока еще не созрел. И поэтому вот с седьмого года, сейчас вот с четырнадцатого года заказ генплана, вот я уверен, что при таком раскладе пройдет еще лет пять-семь, и еще один генплан потребуется такой. А вообще, вот на мой взгляд, вот и седьмого года, и четырнадцатого года генплан, вот, ну, не так надо было организовать. То есть должен был бы работать рабочая группа или институт генплана Казани, который непрерывно работающий, то есть решает текущие вопросы постоянно, порядки, вот, люди, которые знают город, когда, допустим, не хватает компетенции, допустим, можно было бы действительно пригласить и многородних специалистов и так далее. Ну, вот, получилось так, что-то у нас сейчас институт генплана Казани, так, скажем, нет. Вот, а когда стало известно, что вот текущими изменениями дело не пойдет, нужны концептуальные решения, надо было объявить конкурс на концепцию развития города, привлечь сюда всех, так скажем. Да, Георгий Владимирович, спасибо, ваша позиция понятна, видите, в чем дело, мы сейчас уйдем в сторону, если будем говорить о том, что надо было бы сделать. То, что сделано, уже сделано, мы обсуждаем сильные и слабые стороны того, что нам представлено. Но ваше замечание очень симпатично, что если мы будем мыслить такими категориями, я имею в виду власти, то нам придется генпланы сочинять, или что-то похожее, да, называющиеся генпланами каждые семь лет. Редактор субтитров А.Семкин